Новый легендарный скин! Новый легендарный скин! Здарова всем подозреваемым! И с вами, как всегда, Саня Слоун. И посмотрите, ребята, что за годноту разработчики добавили в игру. Это просто круче, чем Мидас. При этом Мидас стоит 3000, а этот скин стоит 1680. Посмотрите, что это за имба! Полностью анимированный легендарный скин. Такого я не ожидал, реально. Если ты тоже такого не ожидал, обязательно ставь лайк на это видео, подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Ну и, конечно же, врубай уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, на этом видео мы будем покупать этот легендарный скин. И сейчас мы выберем, на какого персонажа, хотя я уверен, он подойдет просто на любого. Но так как у моих подписчиков не все персонажи есть, и им, наверное, очень хотелось бы посмотреть, как бы он выглядел на тех персонажах, которых у них нет. Поэтому мы посмотрим его на всех персонажах. А ты выберешь в комментариях, на какого персонажа тебе больше всего понравился этот новый легендарный скин радиоактивный. Ну и, конечно же, не забывай про самый топовый код автора Слоун. В настройках игры. Ребята, ну все, поехали. Короче, я тут уже, я в предвкушении. Вот что случается, когда ты, что-то там, короче, в зеленый ирбиум, литиум электроплазма пул. Короче, когда ты падаешь в зеленый, там, какой-то там, литиевый электроплазменный бассейн, короче. Вот, в общем, он упал, и вот что из этого получилось. Вот такой вот радиоактивный у нас теперь. Песной, Генри, просто что? Так, я хочу посмотреть анимацию. Ребята, готовы? Готовы? Поехали. А ну-ка, а ну-ка. Нифига это что за имба такая? Нифига это что за имба? Подожди, еще раз давай. Ого! Нет, это, ребята, это 100% круче, чем Мидас. Ну, посмотри просто на эту анимку. Блин, жалко звука нельзя услышать. Ёлки-палки, надо кого-то попросить, чтобы меня убили в этом скине. И чекнуть, как это будет работать. Так, ребята, ну поехали, в общем, не тратить время и будем смотреть на каждом персонаже, как он выглядит. Потому что, ну, это займет довольно-таки много времени. Смотрите, как на Роджере, ребята. Прикольно, да? Да он на всех персонажах просто будет имбово смотреться. А ну-ка, давай на Брюса посмотрим. На Брюсе тоже имба, посмотри. Блин, реально, это единственный скин, который ты не знаешь на кого взять, потому что на всех он подходит. Посмотри. И на Яру. Просто все персонажи, и обычные, и редкие, и легендарные из пасов, наверное, ну все на нем будут смотреться круто в этом скине. Блин, какая имба. Давай на Дюка посмотрим, интересно, как Дюк будет. Ну, Дюк тоже жирный. Ребята, реально, для меня это очень сложный выбор, потому что, ну, этот скин подходит на всех, и каждый персонаж в нем выглядит просто имбово. Мы, кстати, проверим его с Мидасом, наверное, попросим кого-нибудь в лобби зайти, потом в дружеское, и посмотреть, как будет рядом с Мидасом это все смотреться. Интересно, аж будет посмотреть, и сравнить просто, как это будет. Так, а ну-ка, давай на Риту. Мило тоже неплохо. Рита, так. Даже Рита просто. Вы понимаете, что это не просто даже, ну, типа, лего какая-то, да? Это прям вот полностью обращает на себя все внимание всего лобби. Вот вы в этом скине зашли, и просто сразу все внимание на вас, потому что, ну, типа, весь полностью персонаж покрыт вот этим зеленым сиянием, вот этой радиоактивностью просто. Тут тупо кого-нибудь возьми, посмотрите, просто любой персонаж выглядит просто имба. Ну, просто. Тут тупо даже нет слов. А ну-ка, давай дальше. Бетси. Самый неподозреваемый персонаж в этом скине. Ну, просто. Кстати, у Бетси просвечиваются текстуры, посмотри, да? Вообще прикольно. Она как будто бы плавает в каком-то желе вообще, да? Какое-то привидение ее оболокло, так и оно, типа, вот, покрыло полностью всю Бетси. Поехали дальше. Так, о, Фрэнк. Давай посмотрим на Фрэнке, потому что Фрэнк у нас очень огромный. И, в принципе, ну, да, посмотрите, ребята. Тоже красиво. Но тут не просвечиваются текстурки, как у Бетси. У Бетси контуры просвечиваются, кстати, прикольно выглядит. Так, дальше у нас Паула, посмотрите, какой. Ё-моё, ну, это просто имба. Мне интересно будет посмотреть на новых персонажах, которые у нас... Подожди, давай на Молли быстренько. Молли по любас должна быть. Не, мне кажется, Молли уже ничего не исправит просто в этой жизни. Даже этот скин. Поехали дальше, ребята. Ларри, а ну-ка, давай посмотрим. Ларри, посмотри на него. Не, ну, Ларик прям красиво смотрится. Прям идеально вообще, мне кажется. Так, а ну-ка дальше, давай Донночка, наша любимая, радостная, крокодилёнок наша. Ну-ка, смотри, какая она счастливая. Не, ну Донна, понимаете, зелёный с зелёным как-то уже, да, ну, как-то привычно, типа, не очень. Как-то не особо будет обращать... Рокси, что? Вот эти белые глаза и белые вообще, типа, полосы, это же просто, смотри, как выглядит прикольно. Он вообще прям вот бросается в глаза прям лучше всех остальных. Это прям вот, чтобы, ну, точно на себя внимание обратить прям вот именно в этом персонаже и в этом скине. Так, а ну-ка дальше у нас. Тоби. У Тоби, кстати, тоже немножко просвечиваются текстурки, но прикольно выглядит. Но, чё-то мне как-то не о... Хотя Тоби, блин, они все прикольные. А ну, Скелли, давай посмотрим. Давай, Скелли. Скелли, ребята, чекайте, как Скелли выглядит. Просто зелёная полностью вся. Офигеть просто. Не, ну, Скелли вообще имба. Как же... Вы не знаете, почему Скелли топово выглядит? У него же нет ничего вообще. Это просто скелет, просто как, я не знаю, как манекен персонажа, да? И оно прям идеально вообще просто. Что это такое? Так, а ну дальше давай. Давай-ка Урсулу посмотрим. А ну-ка. Урсула, что там у нас? Ну, Урсула такой себе. Ну, тоже подходит, конечно. Но, ну, не знаю, мне сам персонаж Урсула не очень нравится. Поэтому мне чисто так не очень он заходит. На Люси тоже такое себе, да? Ну, просто тоже как сам персонаж просто не подходит. А так вообще скин он на всех подходит, в принципе. На кого не возьми, всё будет смотреться имбово просто. Любой персонаж будет имбой, если ты будешь в этом скине легендарным. Посмотри, да? Ну, просто Теку, чекай. Ну, это же просто радиоактивная пиранья какая-то, да? Которая плавает там в глубинах каких-то озёр. А ну-ка, давай, у нас вот есть Джек. Давай посмотрим на Джека. Ё-моё, Джек, посмотри. Ну, тоже круто, да? Ну, хотя Джек сам по себе круто выглядит. Ему даже не нужны легендарные скины, мне кажется. Ну, такой точно не нужен Джеку. Джеку нужно что-то, чтобы не покрывало всю его внешность. Потому что он выглядит топово. А вот если обычных персонажей брать, что это такое? Чекай вообще, что с Олли произошло. Что это с ним? Он похож на енота, реально, посмотри. Енот просто Олли. Что это такое? Не, ну, прикольно выглядит. Такой, знаете, такой цветодисбаланс такой получается у него. Пигги. Ну, Пигги тоже прикольно смотрится. Ну, Пигги всегда топово смотрится. В любом вообще скине. У меня на нее, кстати, больше всего легендарных скинов, если кто-то еще не знает. А ну-ка дальше, Бак. Даже на Бака, ребята, ну это просто. Вот компенсация тому, что на Бака нельзя купить скин легендарный вампира. На него зато можно купить вот этот вот радиоактивный скин, чтобы просто вот порвать всех в катке. Типа ты такой, ого. Так, а ну-ка, вот, ребята, вот Мидас. Смотрите еще раз на анимацию Мидаса, раз мы уже до него дошли. Вот, анимация Мидаса, это чисто для сравнения просто. И теперь открываем вот этот вот. Ну, ребята, ну просто. Не, ну хотя я не знаю, тут даже на Стиве как-то, да? Ну, если выбирать вот реально, то мне кажется, что Мидас как-то даже получше на нем смотрится. Вам не кажется, нет? Напишите в комментариях, ребята, реально, вот на Стиве вот Мидас же лучше или вот этот новый легендарный скин. По-моему, Мидас на нем прям вообще имбово. Даже не думал, что на Стиве вот этот скин не очень будет заходить. Вот, кстати, тоже прикольно, но вот эти полосы. Получается, цветок дисбаланс какой-то выходит. И у него как-то, ну, как-то не видно его глаз, получается, да? Ну, хотя я не думаю, что это проблема. Мне кажется, что это даже больше... О, а ну-ка на Фина давай посмотрим. Так. Ну, у Фина тоже, видите, какие-то странные белые полосы. Должны быть черные глаза, по идее, чтобы их хотя бы было видно. Но все равно, такую анимацию еще раз. Не, ну, Фин имба, Фин имба. Да это вообще необычный скин такой. Первый раз такое в игре в нашей, когда вот скин покрывает полностью всего персонажа. Ну, не считая Мидаса, да? Мидас это такой первый скин получается. А этот у нас уже получается второй, который покрывает всего персонажа. Ну, вот, кстати, на Мелвина смотрится неплохо. Вот даже, я бы сказал, даже отлично просто. И рожки все покрывает. Прикольно. Так, а ну, Никс давай, Никс. Ё-моё, наш маленький и счастливый Никс. А ну-ка давай. Ну, ребята, на Никса всегда все подходит. Тут даже не надо проверять. Никс это всегда номер один. Любой персонаж, любой, даже не сравнится с ним просто. Так, Луи. Ну, Луи такое. Ну, тоже прикольно. Ну, в принципе, он же подходит на всех персонажей. Потому что он просто покрывает их полностью. Поэтому этот легендарный скин самый, по-моему... Ну, на мой взгляд, это самый лучший легендарный скин. Вот, чтобы и выпендриться, и анимация топовая была, и на любого персонажа подходит. Вам даже не надо выбирать. Можно просто брать на того, кто нравится, и он точно подойдет. Как бы тут вообще без вариантов просто. Так, кто у нас тут в фазе? Ну, посмотри-ка. На фазе тоже прикольно. Еще усы радиоактивные. Просто у фази чекай. Да, фазе тоже такой, знаете, имбалансный в этом скине получается. Типа, я просто не представляю, что будет в катках твориться, когда ты будешь заходить в этом скине. Типа, чё? И проблема же в том, что еще ру-комьюнити очень многие донатить не могут в игру. Даже если захотят его купить, не смогут. Понимаете, в чем проблема? Да, это будет, конечно, интересно. А ну-ка, Джейд. Давай посмотрим. Джейд тоже прикольно, да, выглядит? Ну, неплохо, я вам так скажу. Очень неплохо. Вообще, любой персонаж реально подходит. А ну-ка, Тони давай. Мы почти уже, ребята, дошли с вами до самого конца. Так, Тони. Ну, Тони тоже. Ну, понятное дело, что этот скин залетит на любого. У нас тут осталось еще не так много персонажей. Уже дойдем до самого конца. И пойдем соберем дружескую лобби, чтобы поиграть вместе с подписчиками. Потому что паблики сейчас не работают, к сожалению. Так, что у нас тут? О, ну, тоже неплохо. С Кейли тоже неплохо идет. Ой, с Кейли, блин. Кейли, опять путаю. Так, на Генри мы уже видели в самом начале. Ну, ладно, посмотрим еще раз. Так уж и быть, да? Ребята, на Генри тоже имба. Но на Генри есть вампир. И он ему идеально подходит. В принципе, менять нет смысла. Это как в моем случае. В вашем случае можно было бы, кстати, взять его и на Генри. Так, а ну-ка, Дебби. Даже Дебби выглядит круто. Радиоактивная такая, да? Несмотря на ее вот это тоже монобровь. Ну, кстати, в Дебби идет эта монобровь, если так честно говорить. То, в принципе, это не Молли, ребята. Так, дальше у нас что? Рэндольф, ребята. Ну, на Рэндольфе тоже неплохо смотрится. Блин, красота просто. Я даже, я даже не представляю. Типа, как разработчикам хватило фантазии создать такой топовый легендарный скин просто. О, кстати, на Айрис интересно тоже будет глянуть, потому что она зеленая. Так, вот еще смотрите, как прикольно на Хейзл смотрится. Ребята, если вы знаете, кстати, имена всех персонажей, напишите в комментариях, потому что я знаю все, все имена всех персонажей. Типа, я их просто каждый раз просматриваю, у меня уже просто автоматически я их называю по именам. Дальше у нас, ребята, Айрис. Вот сейчас будет интересно посмотреть, плюс еще анимация ее бега будет. А ну-ка, давай. Ну, Айрис, прикинь, да? Атомная змея какая-то просто. Не, ну, Айрис классно смотрится. Блин, может мы его на Айрис возьмем? Или подождать, может быть, нового персонажа золотого пропуска, да? И на него взять уже этот скин. Ну, хотя нет, ждать мы не будем, ребята. Эти тоже неплохо смотрятся. Ну, и у нас осталась Флуфа, получается, да? Давай посмотрим на Флуфу. Ну, на Флуфу я бы взял бы, конечно, но не видно, что это хомячок, да? Просто какой-то персонаж непонятный, поэтому незаметно. И на кого нам его брать, ребята? Вот реально, вот что теперь делать? Он на всех персонажей подходит просто, вот на всех. Вот кого ни возьми, любой перс, на которого его не наденешь, он на каждого подойдет. А, подожди, у нас Рокси была топовая. А, на Рокси у нас есть вот эта лего новая. Блин, Рокси вообще класс просто. Блин, у нас есть на нее уже лего. Блин, на нее нельзя две реги купить, потому что будет странно. А вот на Айрис, кстати, я бы взял. Посмотри. Давайте посмотрим на анимацию еще раз. Блин, ребята, надо брать на Айрис, короче, я так понял, да? Айрис это прям то пушечка такая чисто специально под Айрис. И зелененькая, и все. И как раз и змея, и новый персонаж, и все это чисто для выпендрежа в катке. Вот 100% вариант. Просто 100%. А давайте возьмем на Айрис. Почему нет? Почему нет, ребята? Что мы в этой жизни теряем, если не покупаем какие-то новые легендарные скины на Айрис, например, да? Блин, обалдеть. Это же надо на превьюшку будет поставить. Так, теперь у нас есть этот новый легендарный скин на Айрис. И я думаю, что пришло время собирать лобби. Посмотреть, как он выглядит просто в списке персонажей. Это вот, а ну-ка, подожди. Если у нас есть какие-то другие легендарные скины. Но они не так смотрятся, ребята. Они не так. И тут просто вот эта анимация просто имбовая. Блин, это топ. Это топ. Так, поехали. Создаем матч. Давайте создадим на зоопарке. Посмотрим, что разработчики там поменяли. Как раз таки проверим люки и все остальное. И я сейчас позову своих подписчиков в Дискорде. И они все залетят в эту катку. Поехали. Не тут-то было, ребята. Решил я поиграть, в общем, с эмулятора. И в итоге нифига меня не пускает ни в дружеский, ни в публичный. Поэтому пришлось зайти через Тим и попробовать через Тим. Но я бы заметил, что у нас тут открылся мастер маскировки. И нужно попробовать залететь в него. Вылететь или нет, посмотрим. А что, микрофон не работает? Не понял. А что? Что за лаги такие? Алё. А что чат не работает? Нифига не понимаю. Почему ч... Что? Что за фигня, блин? У меня не работает чат, ребята. Что за... Смотри, я бегу. Что со мной? Не мне кажется, или игра в 144 фпс просто идет. Я в шоке тупо. 144 фпс. Давай поставим бомбу. Блин, игра, по-моему, стала работать быстрее. Но что-то непонятное с анимацией персонажа происходит. Либо с моим. Либо у меня просто пин какой-то высокий. Либо что это? Что это такое? Ого. Подожди, не понял. Ребята, чекайте, как изменилось. Смотрите, как работают люки теперь. Нормально исправили чат разработчики. Ничего не работает. Голосовой чек. Минус 2. 2 тела. Просто 3 афк. Просто. И мы вот 1, 2, 3, 4, 5, 5 расстались. Блин, я в шоке с того, что просто как работают люки сейчас в нашей игре. Просто пум-пум-пум телепорт. Это как раз то, что мы просили для того, чтобы сыщик не мог сканировать территорию таким образом. Это же просто имба, по-моему. Блин, это выглядит очень круто. Смотри, смотри, интересная реакция этих людей. Ребята, ну я реально никого не слышу. Что за бред такой? Что за фигня? Я тупо говорю, вижу силуэт, вижу вот эту обводку, что я говорю. А ничего не слышу просто в игре. Нет, тупо чата. Что за фигня происходит? Я даже не могу. Я только что люк прыгнул. Я офигел просто от этого люка. Что происходит? А, все-таки звук работает. Это, видимо, у меня не работает. Подписчики мои просто чекай. Красавчики просто. Раз, токсика. Минус тупо сразу. Чего? Чего это такое? Что это за стрелка? Алло. Что за фигня? У вас тоже эта стрелочка? Я не понимаю. А ну-ка, а как? А ну-ка, я включил микрофон и выключил микрофон. А звука нет. Почему в этом режиме нет звука? Что за бред? А ну, подожди. Давай я люки проверю еще раз. Чекай. Не, ну это имба, по-моему. Это имба, ребята. Это просто пушка. То, что сделали разработчики, это прям имбище тупо. Мне нравится вот этот баланс с люками, потому что я давно его ждал. Я давно просил разработчиков сделать этот баланс. И наконец-то они его исправили. Наконец-то добавили вот эту возможность телепортироваться по люкам нормально. Чтобы просто появляться в том месте, где у тебя, ну, люк. Это же самое лучшее, что могли придумать. Ну, смотрите, уже исправили, получается, сыщика. То есть это не баг, это реально вот, ну, сыщик исправлен. Все. Сыщик у нас работает так себе теперь. Телепорты по люкам. Так он только что живой был, алло. Скорее всего, Кейт его и грохнула. Я не понимаю, короче, тут все говорят, но никто в чат не пишет. И ничего не понятно, работает эта фигня или нет. Типа, обнова, конечно, накрыла игру полностью тупо. Ничего не понятно. Но радует хотя бы одно, что хотя бы люки пофиксили. Уже будет неплохо. Убийцам уже будет хорошо. Убийцы прям будут тащить, я чувствую, сейчас в катках. Так это хорошо, прикол в том, что я не слышу никого. С мобилой я зайти не могу в игру. Гребаный стим не дает мне никого услышать. Ну, как это работает, а? Разработчики, что вы сделали? Так, куда перезаходить, ты что, братан? Я уже видос записал почти. Тут все. Капец, вы видели, как люки работают? Ну, я убийца, если что. Опац. Не, люки прям имба. Я буду теперь в классике тащить просто. Буду за мирных просто. Или за убийц можно тащить теперь. Красота просто. Вы видели, да? Люки тупо телепортами работают. Огонь. Огонь просто. На тебе, Чипи, на. А меня не заглушить, сынок. Смотри, как это делается. Оп, открыл и все работает. Почему у мастера первоплощения такое долгое КД? Не понимаю. На зоопарке надо было посмотреть. Там просто, наверное, багов немерено тупо. Просто немерено. Ну, смотри, как плавно бегает Яра. Я даже удивлен, что так очень быстро все работает. Оп. А кто это был? Хуис. Дюк? Наверное, Дюк, да. Там темно просто было. У меня кнопка репорта только загорелась. И бедный Дюк убил всех. Дюк. Я даже не слышу, что он там оправдывается просто. Просто белая полосочка. Так я возле книжки, где я? Я же говорю, кнопка репорта загорелась и все. Я знаю, что меня в игре слышно. Я вам уже сто раз сказал, что я мастер перевоплощений. И они все равно голосуют за другого. Ох, что-то подозреваемые. Да, это смешно. Тупо никого. Вот это идеальный вариант против токсиков. Ты можешь говорить, а никого не слышат просто. Тебя могут обосрать просто по полной программе, а ты даже не слышал этого. И настроение в топе. Прикинь, Дюк, я буду ржать сейчас. Дюка будет бомбить сейчас так. Дюк, ты шо угораешь? Дюк, не гони. Дюк, ты шо угораешь? Ты шо, ема? Ого. Я даже, ты понимаешь, я только вижу ободок вокруг его тела. И меня понимаешь, так бомбит. Там ты шо, там орет, наверное. Ах, вы подонки, сволочи. Дюк, ну ладно тебе, ну шо ты. Да, ты капец какой-то. То сейчас вы доиграетесь, что, короче, еще один кто-то вылетит, и все, и тупо победа будет. Тут вы доиграются. Ограются они, смотри. Потом скажет, какой-то умалишенный тупо зашел в катку. Ржал как ненормальный. Прикинь, Бетси кикнуть, я буду ржать просто. Я даже скажу, что я дискорник. Нет, ну в этот раз, ладно. В этот раз заслужил. Просто. Что, блин? Это капец какой-то. Не, ребята, ну скинчик просто топовейший. Я не знаю, если вам понравилось, ну я не знаю, вам точно должно было. Особенно вот эта катка, я давно так не смеялся, просто имба какая-то. Ставь лайк, подписывайся на канал, и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.